На Дальнем Востоке сегодня проходит грохот канонады. В разгаре самые масштабные в истории Новой России учения. Военные поражают мишени и условного противника из всех видов оружия. Танки, вертолеты, корабли, артиллерия, десант, все рода войск действуют в тесной связке. Обстановка меняется ежеминутно и командиры вынуждены принимать непредусмотренное сценарием решение. За маневрами наблюдает Владимир Путин. И по всему Дальнему Востоку работают сразу 14 съемочных групп вестей. Среди них СОПКОР Дарья Григорова, спецкор Константин Панюшкин и сразу два наших военкора. Александр Сладков и Алексей Баранов, которые при этом еще и кадровые офицеры. Алексей Баранов работал сегодня на Сахалине. Алексей, вы видели армию и в учениях, и в боях. Какие впечатления сегодня? Правда ли, что это не просто учение, а новый этап для всей армии? Здравствуйте, Мария, Андрей. Ну, действительно, я как кадровый офицер, который поступал в военную академию еще в советское время, а заканчивал службу уже в новое, российское, могу сказать, что подобных учений, пожалуй, не видел действительно пару десятков лет. Мне кажется, именно так и должна выглядеть современная армия современного государства, которая, по сути, занимает половину территории Евразии. И ведь, коллеги, самое главное, нам сегодня показали не какой-то образцово-показательный смотр, только на предстоящий год в войсках Восточного военного округа запланировано 200 командно-штабных и оперативно-тактических учений. И о том, как начинается новая жизнь российской армии, я предлагаю посмотреть наш сегодняшний репортаж. Перелет к полигону занимает около 10 минут. За это время начальник Генерального штаба докладывает Верховному главнокомандующему, какие именно задачи и какими силами предстоит выполнить в ходе сегодняшнего этапа проверки боеготовности. Для усиления, которые у вас не возникли, мы бросили сюда две бригады. Приказ о начале маневров командиры подразделений получают уже после прибытия Владимира Путина на командный пункт. Товарищ Верховный главнокомандующий, войска Восточного военного округа проведены в боевую готовность полная. Первое решение после начала учений. Огонь по условному противнику наносит батальон системы залпового огня «Град». Товарищ Верховный главнокомандующий, прошло разрешение приступить к боевой стрельбе. Начинаете. В бой вступают мотострелковые подразделения. Из командного пункта хорошо виден весь полигон. Владимир Путин интересуется деталями происходящего. Сколько личных составов? Здесь принимают участие полторы тысячи человек. Броня, броня, ем вышка, глуши экипажик машины. Мастерство поражения целей на ходу демонстрируют танкисты. Командир танкового батальона лейтенант Исабеков уверен в своих подчиненных даже после 30-километрового марша по бездорожью Сахалина. Из болотинской местности по картам не всегда все видно, поэтому пришлось действовать по остановке. Атаку на условного противника с воздуха поддерживают звенья боевых Ми-8. Ко второму этапу проверки приступили сегодня в 2 часа ночи. Ключевая часть наземной фазы проходит здесь, на острове Сахалин, на полигоне Успеновская. Главное отличие этих учений, подчеркивают в Минобороны, заключается в том, что впервые в постсоветское время маневры проходят без детального сценария. Командиры принимают оперативные решения, исходя из ситуации, которая складывается в каждый отдельный момент времени. Только после интенсивной огневой, из земли и с воздуха работы, решают руководители учений, все готово к высадке десанта. Подразделения для вытеснения оставшихся сил условного противника доставляют на 8 транспортно-боевых вертолетах. В ходе коротких затишей Владимир Путин внимательно слушает пояснения к происходящему на полигоне. Противник высаживает передовые отряды с целью захватить плацдармы на побережье залива Анива. Одновременно высадил на удаление до 40 километров тактический воздушный лес. Сразу после окончания наземной фазы морская часть маневров. Артиллерийские стрельбы корабельных группировок Тихоокеанского флота по воздушным и надводным целям верховный главнокомандующий наблюдает с борта вертолета. Следующий крупный этап маневров пройдет уже на материке. В Забайкалье проверка боеготовности переброшенных на полигон подразделений также начнется с вкрытия конверта, с заданием, содержание которого неизвестно никому, кроме офицеров генштаба. Внезапная комплексная проверка войск Восточного военного округа, как ожидается, продлится еще не менее четырех суток. Алексей Баранов, Василий Юрчук, Юрий Марченко и Александр Балаян. Вести. Остров Сахалин. Ну а теперь наш военный эксперт Александр Сладков, который объехал немало войн. Александр считает, что есть в этих учениях такой аспект, который позволит войскам забыть, что значит красить траву. Да, Александр? Конечно, есть очень важный и ценный аспект в этих мероприятиях. Это самостоятельность. Командиры прибыли издалека, на эшелонах, на самолетах, своим транспортом. Они приехали на полигоны, им говорят, вот вам местность, вот вам данные о противнике, вот карты, пожалуйста, воюйте, принимайте решение. И командиры самостоятельно ведут разведку и принимают решение. Эти решения утверждает начальник генерального штаба, и они начинают действовать. И именно по этим действиям командиры сегодня оценивают. Это новое, вернее, забытое старое. И о масштабах. Последний раз такие масштабные мероприятия проводились еще в Советском Союзе при Варшавском договоре в 1978 году. И вот эти масштабы в нашем сюжете мы постараемся вам продемонстрировать. Восточный военный округ напоминает растревоженный улей. 14 съемочных групп российского телевидения вот уже который день перелетают из гарнизона в гарнизон и снимают маневры военных. Вслед за активной фазой проверки, начавшейся на Сахалине, настал черед Забайкалья. Мы на авиационной базе Домна. Штурмовики взлетают и уходят для нанесения удара по целям на полигоне Цугол в 200 километрах от Читы. Контрольные мероприятия сегодня идут на территории общей площадью 7 миллионов квадратных километров. На 17 полигонах гремят выстрелы. Проводятся тактические учения с самоходной артиллерийской батареей по теме действия батареи в составе дивизиона, поддерживающего мотостынковую бригаду в оборонительном бою. На данном этапе выполняется занятие неподготовленной огневой позиции без предварительной разведки с ходу. В Приморье бригада войск химзащиты, которая прибыла с берегов Волги, отражает химическую атаку. Мы совершили марш своим ходом более 200 километров в район выполнения задачи. Выполнение задач в незнакомом месте всегда несет ряд особенностей, так как здесь местность, в отличие от наших, где равнина, здесь местность сопки. Еще недавно такой способ нападения считался не особо перспективным. Химическое оружие во всем мире запрещено. Однако последние события в Сирии показали, что потенциальный враг цивилизации, террористы, отравляющие вещества все-таки применяют. Впрочем, сейчас военные химики устраняют последствия аварии, условно произошедшей в сопредельном государстве. Была поставлена задача выдвинуться в район выполнения задач с целью провести радиационную химическую разведку маршрутов выдвижения мирного населения, которые попали в зону заражения, произвести расчет РХБ обстановки, обобщить и провести сбор информации, сделать анализ, предложить предложение старшему командованию. На Камчатке противодиверсионные силы и средства Тихоокеанского флота отражали атаку подводных диверсантов. Эта сторона деятельности моряков, кстати, не часто попадает в объектив. Обычная работа боевых плавцов засекречена. В Улан-Удэ предпрыжковую подготовку ведут десантники. Занятие для них привычное, вот только высаживаться им придется на незнакомой местности. Это сложно. Впрочем, настроение у десантников отличное, лозунги те же. С честью выполним. Поставлю нам задачу. И, как говорил Василий Филиппович Маргелов, никто, кроме нас. Слава ВДВ! Нынешние маневры уже окрестили войной тылов. Прежде чем сделать первый выстрел, войска только по железной дороге преодолели более 40 тысяч километров. А ведь это длина экватора земли. Гражданские поезда часами стояли на переездах, пропуская воинские эшелоны. А своим ходом на машинах военные вообще проехали полтора миллиона километров. Еще о тылах. Никакой аутсорсинг в поле не допущен. Гражданских фирм нет. Все питание готовят свои военные повара, как и положено на передовую. Есть данные о планируемом боевом применении. В ходе проверки на полигонах войска готовятся выстрелить и подорвать 1 миллион 300 килограммов боеприпасов. Александр Сладков, Александр Пущин, Дмитрий Масленников, Олег Дубинин, Вести, Сахалин, Чита. В Забайкале активная фаза, как уже сказал Александр Сладков, начнется завтра. Сюда уже прибыла бронетехника. Прикрывать танки с воздуха будет авиация. Для солдат в чистом поле оперативно разбит целый походный город. Командование будет наблюдать за сражением с высоты птичьего полета. Качественный обзор поля боя обеспечат новейшие беспилотники. С полигона ЦУГОЛ. Репортаж Константина Панюшкина. За сутки до старта полномасштабных учений на полигоне ЦУГОЛ стянута вся бронетехника и личный состав военных. Восточного и даже центрального округа. Ну а завтра здесь появится еще и авиация, боевые вертолеты и самолеты-штурмовики. Именно такие машины Ми-24 и Су-25 в эти дни отрабатывают маневры на других полигонах Забайкалья. Бомбят условные цели. Три пары вертолетов и два одиночных. Вылетели на полигон, обнаружили, опознали цель. Цель была уничтожена. Полигон ЦУГОЛ разделился на две части. В первой маневрирует техника, вторая половина – это тыл. Здесь есть полевая баня и даже полевая хлебопекарня. Чтобы эластичное тесто было, пышный был, користость хорошая была, пропеченный был. Ну и чтобы ребята любили, как говорится, с удовольствием его кушали. А вот чтобы напоить всех военных, нужно ехать за 20 километров в ближайший поселок. На самом полигоне нет ни одного колодца. В тот момент, когда прозвучала тревога, здесь на полигоне ЦУГОЛ была абсолютно голая степь. Но за несколько дней удалось построить всю необходимую инфраструктуру для жизни армады военных, переброшенных за Байкалье со всего восточного округа. Вот, например, пункт питания офицеров. Здесь можно помыть руки, ну а в палатках уже накрывают столы. Меню не кажется слишком спартанским. После боя можно заказать борщ, куриную лапшу или лагман. Первые блюда – делаем блюда на выбор. Вторые блюда делаем на выбор. Обеспечиваем личный состав водой, готовим какие-то холодные закуски, стараемся делать тоже. Так что голодным в бой никто не пойдет. Кстати, ближе всех к столовой оказалась замаскированная позиция беспилотников. Совсем небольшие и легкие из композитных материалов. Завтра они обеспечат командованию обзор всего поля боя. Оптимальная высота работы его – 450 метров. На данной высоте он уже практически невидим и не слышим. Беспилотники готовы к взлету, но пока что ждут, как и еще более 500 единиц в самой разной технике военных. Команду к наступлению, которая дадут уже менее чем через сутки. Константин Панюшкин, Станислав Пономаренко, Илья Фокин, Вести, полигон ЦУГОЛ. Константин Пономаренко, Илья Фокин, Вести, полигон. Константин Пономаренко, Илья Фокин, Вести, полигон. Продолжение следует...